всем привет с вами кейн и сегодня у меня в обзоре магадор французский эсминец девятого уровня прокачиваемая ветка чем он отличается от предыдущих скажу тем что мне удалось на нем все-таки реализовать весь потенциал французской эсминца это его скорее всего скорость скорость и торпеды потому что на остальных эсминцах предыдущих я начну качать седьмого вакулина он мне был дан французской аркой и я фантаст тоже я прошел как-то так невзрачным поэтому здесь у меня было реализовано практически все вооружение французская и применен форсаж именно по назначению и также расходник ускоренно перезарядная команда гк и у нас и ледяные острова . c будем пытаться не дать противнику захватить точку для этого будем контрить их наступать на точку не давать ее захватить полностью постреливать по линкором по крейсерам так как на этой точке просто тупо становится один какой-нибудь и сменится за остров и не дает тем самым захватить точку и поскольку у нас очень сильное вооружение плане по борту торпед торпеды идут на 8 километров со скоростью 75 узлов что весьма неплохо и для этого достаточно для того чтобы на близкой дистанции затопить любой эсминец самый маневренный потому что он не успеет просто увернуться если правильно в брошенные торпеды и это очень опасно для эсминцев ну и для остальных принципе родные торт артиллерия тут тоже представляет собой 8 стволов компоновки 4 по 2 урона фугасов две тысячи поэтому это по моему самый сильный урон среди эсминцев по фугасам поэтому ближнем бою даже на артиллерии этот эсминец очень опасен для других эсминцев которые универсалы гиринга шим и даринга там всех остальных с расходником просто распиливает их пух и прах и ближайший альфа фугасов это у ташкента него 1900 но у него шесть стволов и нет вот такого крутого расхода по крейсерам конечно лучше стрелять бронебойками поскольку они тоже там дамажит очень таки неплохо имеют хорошее пробитие и альфа 2 700 по моему бронебоя поэтому крейсеру это будет очень ощутимо калибр у нас 139 пробитие на дистанции 10-12 километров очень таки хорошее как мы видим даже по легкому крейсеру по сетлу наносится неплохой урон но все же фугасы без инерционки пробивать не будут пробивается только надстройка но тем не менее бронебойки показывают хороший результат и цитадели также выбиваются очень-таки неплохо поэтому не стоит стесняться их применять вооружение все-таки очень-таки годные и здесь сейчас после уничтожения вражеского крейсера подойду к острову поближе наступлю на точку и буду продавливать продавливать в том плане что это просто тупо будет стоялова и единственный шанс это сейчас выскочить на вражеский ордер двигатель и применить свои скоростные торпеды которые весьма эффективны в ближнем бою вот крейсер дает вперед но кидаем в него и на ход и он уже не сможет вернуться вот и праздник торпед отворачиваем от вражеских линкоров потому что могут носовать таки неплохо и нос или корму попасть они им будет очень трудно чтобы они не преследовали нас кидаем торпеды и возможно кто-нибудь из них поймает если будет преследовать отвернуть от них то есть даже эсминцу будет практически нереально потому что 70 пять узлов все-таки не маленькая скорость для торпед и вот как мы видим торпеды все-таки брошены с другого борта брошены были не зря они похоже четко идут по вражеский линкор владивосток да вот он ловит получаем фраг попытаемся захватить все-таки точку потому что она все-таки принесет победу нашей команде это единственная захваченная точка нашей командой там же стоит еще один вражеский линкор попробуем забрать его точно также на торпедах спикировать на него сейчас я подожду пока торпеды откадышится и также сама выскочу на него форсаж работает так что для него это будет скорее всего неожиданностью тем более что с другой стороны заходит союзный сменец мы видим это по карте и по-любому кто-нибудь из нас его точно заберет кидаем торпеды с одного борта и разворачиваемся другим если он отвернет или не отвернет кормой бросим другого когда уж даже и еще что-то заберем по-любому идем на точку б беды слева по борту там нужна наша помощь видим тут тоже есть магадор и айова сейчас надо притормозить да потому что торпеды все-таки от магадора пошли и сейчас мы также бросим торпеды айову с одного борта и развернемся другим попытку будем стрелять по вражескому эсминцу так как нанести урон или же просто забрать его тоже необходимо поскольку наши форы они просто не попадут надо забирать его пока он на близкой дистанции включить исходник а пока время идет на секунды поэтому стоит не внизу не стоит экономить расходе очень хорошо наносим урон поджог пыл пытается все таки маневрирует и делает но все же это его не спасать уничтожен добиваем вражеский эсминец идем дальше здесь просто проплываем через точку б на точку а так как там находится последний вражеский эсминец и линкор и ну будут просто получать от него торпеды не смогут справиться поэтому нужно попытаться найти его или хотя бы просто законтрить да и помочь захватить точки вот здесь мы засветились и он где-то рядом скорее всего он будет идти и параллельным курсом и скидывать торпеды в наши вот он засвечивается включаем расходник и так же его распиливаем на гк просто вот и все играется на этом эсминце очень большую пользу приносит команде такая игра спасибо за просмотр и до новых встреч субтитры добавил DimaTorzok